Всем привет, с вами Максим и это канал Хороший Выбор. В этом выпуске мы поговорим про процессор Intel Pentium G3220, а именно о том, почему я не могу назвать его пригодным для игр. Это двухъядерный процессор, работает на частоте 3 ГГц, никакого турбобуста, никакого разгона. Из Pentium возможность разгона дает пока что только 3258, но этот выпуск не про него, хотя пару слов о нем мы еще в самом конце скажем. И давайте, как обычно, обо всем по порядку. Пару слов про тестовый стенд и потом уже посмотрим на результат в играх. Как я уже сказал, процессор Intel Pentium G3220, двухъядерник предыдущего поколения, то есть работает на архитектуре Haswell. 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта Asus GTX 950 Strix. Отличная видеокарта для игр в Full HD разрешение с высокими настройками графики. Про нее я уже делал достаточно много выпусков, может быть оставлю рекомендации, но в общем и целом очень-очень-очень хорошая карта за свои деньги. Ну и как по мне, получается довольно логичная сборка, потому что рядом с настолько бюджетным процессором явно не ожидаешь увидеть что-то уровня GTX 970 или 980. И еще один важный компонент это накопитель. Все игры запускались с SSD-шника от Corsair на 480 ГБ. Так что самое слабое место в этой системе это непосредственно процессор. Давайте наконец посмотрим на то, как он себя проявляет в реальных условиях, то есть в играх. Начинаем с GTA V, средне-высокие настройки, чтобы уместиться в лимит видеопамяти видеокарты. И фреймрейт вроде бы неплохой, но сразу же в глаза бросаются кошмарные микрофрезы. И это еще в довольно простых местах. Стоит только выехать на более-менее оживленную дорогу и к микрофрезам добавляются непрогруженные объекты и текстуры. Процессор при этом нагружен естественно на 100%. Нагрузка на видеокарту скачет от 3 до 95%. Assassin's Creed Syndicate. Full HD разрешение и минимальные настройки графики. Микрофрезов здесь нет, но есть две более серьезные проблемы. Первая это отзывчивость управления. То есть здесь персонаж отзывается на клавиатуру с примерно секундной задержкой. То есть вы нажимаете влево, проходит секунду и только потом персонаж разворачивается. Играть естественно невозможно. Вторая большая проблема это конкретные фрезы. То есть вы просто бежите и потом картинка замирает на несколько секунд спокойно. Причем такие фрезы могут случаться прям подряд по 3-4 штуки. И во время этих фрезов видно как игра дорисовывает некоторые объекты. Играть естественно невозможно. Нагрузка на процессор все время составляет 100%. Нагрузка на видеокарту от 50 до 100. Call of Duty Black Ops 3. Full HD разрешение, средние настройки графики. Фреймрейт держится в рамках от 30 до 40 кадров в секунду. При том, что и процессор и видеокарта все время нагружены на полную. Но по большому счету играть можно. И даже наверное можно пройти сингл. Но вот нарваться на такие фрезы в мультиплеере будет крайне неприятно. Fallout 4. Средние настройки графики. Процессор большую часть времени нагружен под завязку. Иногда нагрузка опускается до 80 с небольшим процентом. Но это редко. В основном значения близкие к 100. Нагрузка на видеокарту скачет. Минимальное значение, которое я заметил, это 55%. Максимальное 97. Притом фреймрейт довольно приемлемый. Он старается держаться на уровне 60 кадров, но иногда все-таки проседает до 40. И иногда при очень серьезных спецэффектах все-таки можно заметить короткие микрофрезы. Но в целом Fallout это сингловая игра. И условно назовем эти показатели играбельными. Rainbow Six Siege. Средние настройки графики. Процессор все так же нагружен на 100% все время. Нагрузка на видеокарту скачет от 60 до 90%. Притом фреймрейт в спокойных ситуациях держится около 70 кадров в секунду. Как только начинается экшен, он может опуститься до 50 с небольшим. Микрофрезов и каких-то резких перепадов фреймрейта замечено не было. Но процессор все-таки с видеокарты справляется не на полную. Будь у процессора еще хотя бы небольшой запас мощности, мы вполне могли бы получить крайне стабильные 70 кадров в любых ситуациях. Ну и наконец Counter-Strike Global Offensive. Full HD разрешение, максимальные настройки и тут фреймрейт совсем не радует. Несмотря на то, что графический Counter-Strike гораздо проще, чем тот же Rainbow Six, фреймрейт здесь от 45 до 65 кадров в секунду. Плюс совершенно неожиданно вы можете поймать фриз длиной в 2-3 секунды, что для сетевого шутера совершенно непозволительно. Да, можно отключить сглаживание и сбросить настройки до минимальных, получить еще пару десятков кадров в секунду. Но вот от внезапных фризов это вас, к сожалению, не обезопасит. Как видите, главная проблема это фрезы. Фреймрейт в играх может быть очень даже приличным, выше там 30 или 40 кадров в секунду, но при этом либо управление тормозит, либо просто картинка временами замирает. И от этого портится все впечатление и поиграть нормально не получается. Процессору просто-напросто не хватает мощности или не хватает дополнительных потоков. И вот тут как раз нужно сказать пару слов, наверное, про 3258. Да, его можно разогнать до 4,5, может быть даже 4,8 ГГц, но это не добавит ему потоков или большего количества ядер. У него все равно останется всего 2 ядра, и для многих игр этого будет не хватать. Да, возможно, в Counter-Strike фрезы пропадут. Но если говорить именно про 3220, я думаю, было довольно очевидно и наглядно, почему я считаю, что он для игр не подходит. Причем такая же картина с подтормаживаниями и с фрезами будет абсолютно с любой видеокарты. Поставьте вот сюда 980 Ti, 970, Rdonna R9 Fury, 380, 380X, да любую видеокарту. Фрезы никуда не денутся, может быть только показатели фреймрейта немного изменятся. Конкретно эта видеокарта может гораздо больше при Full HD разрешении. Как я уже сказал, 950-я, отличная видеокарта в исполнении вот Asus Strix, тихая, холодная и отлично себя проявляет в играх. Сделано уже с ней довольно много тестов и, наверное, еще раз поставлю рекомендацию. Если говорить о минимально необходимом процессоре для игр на сегодняшний день, я считаю, тут всего две модели. Первая это Athlon 860K, у него будет примерно такая же производительность, как у Pentium, но в плане фреймрейта, но при этом не будет проблем с фрезами. И следующая ступень это Core i3, того же 4-го или 6-го поколения. С ним уже можно поиграть абсолютно в любые игры, и с той же видеокарты уровня 950, 960 и даже 970 он в принципе справится. Но про разные комбинации железа для игр мы поговорим, наверное, в отдельных выпусках, посвященных сборкам. Этот выпуск я, пожалуй, буду заканчивать. Надеюсь, что эта информация была для вас интересна и полезна. Рассказывайте друзьям, если так, подписывайтесь на канал, загляните в описание. Там будут ссылки на актуальные цены на железо, о котором я сегодня говорил, и также ссылки на нашу группу ВКонтакте и Инстаграм, где спойлеры раньше всего появляются. Поэтому загляните туда, посмотрите, какая там движуха происходит. Если понравится, тоже вступайте, подписывайтесь. И увидимся в новых выпусках. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok